Это учреждение защищает права несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, помогает в адаптации и реабилитации подростков, приступивших закон. Основная задача, стоящая перед органами внутренних дел, вопросов профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, это, конечно, защита их прав и законных интересов. В настоящее время законодателям разрабатывается проект закона, в соответствии с которым возраст уголовной ответственности по отдельным статьям планируется снизить до 12 лет. В настоящее время уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет, а по некоторым видам состава преступления она наступает с 14 лет. Лично мое мнение таково, что в настоящее время по ряду уголовных дел несовершеннолетние освобождаются с уголовной ответственности, ввиду того, что они в силу умственного, психического или иного развития не достигают возраста уголовной ответственности. То есть на момент совершения преступления, даже если подросток достиг 14 лет, он может в силу своих умственных способностей не осознавать того, что он совершает. Основное внимание отведено профилактике предупреждению детской преступности и наркомании. Многие подростки употребляют марихуаны и синтетические наркотики, что увеличивает риск совершения преступлений. Более 50% подростков воспитываются в неблагополучных семьях и в семьях, где родители зарабатывают деньги, а ребенок предоставлен самому себе. По состоянию на 1 февраля 2013 года на профилактическом учете состоит 105 подростков. И всего лишь 4 подростка из этой общей массы воспитываются в неблагополучных семьях. Не все родители идут на контакт с сотрудниками полиции. То есть они считают почему-то, что сотрудники полиции могут навредить ребенку. Есть такое мнение, что что бы сотрудник ни делал, он хочет утопить моего ребенка, он хочет, чтобы он сделал все равно. На самом деле это не так. Наша основная задача, чтобы те дети, с которыми мы занимаемся, чтобы они вошли во взрослую жизнь достойными гражданами Российской Федерации. Закону послушными гражданами. Работа проводится не только с трудными детьми. Также выявляются лица, отрицательно влияющие на таких детей. Чаще всего это взрослые. Основная работа ведется с родителями, которые стоят у нас на учете. Ставятся они за отрицательное влияние на своих несовершеннолетних детей. И также ведется с ними профилактическая работа. Некоторые родители встают на путь исправления. Некоторые, к сожалению, продолжают вести социальный образ жизни. Дети очень разные. И, конечно же, реакция на нашу работу тоже у всех детей по-разному происходит. Чаще всего трудные подростки группами совершают кражи для наживы. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних единогласны в том, что именно безнадзорность – главная причина детской преступности.